Добрый день! Компания LandGrey Ukraine предоставляет вашему вниманию два прибора, которые стали бестселлерами на рынке Украины. Первый прибор это TS-35AE Euro, который востребован на рынке Украины, компанией, которая оказывает услуги по дезинфекции, дезинфекции и фумигации. И второй, более портативный прибор, соответственно, меньшей мощности, который применяется в замкнутых помещениях, таких как магазин, оказание услуги дезинфекции, в квартирах, домах, где это возможно герметичностью помещения, производить работы по газации этого помещения. Начнем презентацию сначала с прибора TS-35AE Euro. Данный прибор в себя включает 5-литровый бак для жидкости, для препарата, разведения жидкости, которую наливают дистопливо и так далее. И бачка 1,5-литрового для бензина. Сам двигатель реактивно-импульсный, имеющий мощность 25,5 лошадиных сил. На этой части мы видим саму трубу, которая состоит из трубы и кожуха охлаждения. И защитной сетки, которая ограждает от ожогов перстал, который будет работать в данном приборе. Данный прибор комплектуется тремя форсунками, диаметр которой составляет 1,2, 1,6 и 1,0 диаметр форсунки. Диаметр форсунки зависит от количества препарата, который будет расходоваться в час. Соответственно, диаметр форсунки 1 это в среднем 26 литров в час, 1,2 это до 28 литров в час, и 1,6 это в среднем 32-35 литров в час расхода препарата на этот прибор. По топливу прибор расходует в час работы бензина А92-95, это по желанию заказчика, который будет работать, расходует 1,5-2 литра в час в зависимости от оборотов двигателя и форсунки, установленной в приборе. Также от препарата, на основе которой вы работаете. То есть, если это будет вода с глицерином, то расход будет, соответственно, по бензину меньше, так как вода с глицерином имеет меньше плотность, чем из топлива или масла. Так, сейчас расскажу основные моменты по запуску данного оборудования и так далее. Прибор в себе имеет регулятор оборотов двигателя, который регулируется при запуске. Все приборы, которые продаются в нашей компании, уже отрегулированы под наши условия, нашего климата и так далее. Сейчас попробуем завести данный прибор. Покажу вам, как это делается. Поднимаем клапан подачи топлива, зажимаем пьезу и начинаем постепенно качать. Клапаном подачи топлива, перекрывая подачу топлива, мы глушим прибор. Продолжение следует... Продолжение следует...